Итак, приветствую, друзья! Всем огромный привет! Что-то сегодня случилось с YouTube? Ни в прямой эфир не получается выйти, ни, соответственно, не получается загрузить. Грузился-грузился у меня видеоролик, грузился-грузился, то ли файл повредился, то ли еще что-нибудь. Ну, блин, техника Samsung наверное не самая надежная техника, хотя в прямой эфир я пробовал выйти и непосредственно немножко с другого у нас так называемого девайса. С айфоном тоже ничего не получилось. Поэтому давайте мы попробуем с вами сейчас взять и немножечко прокатиться. Мы едем с вами в сторону Адлера и попробую вам записать тот самый новостной блог. Сегодня будет без музыки, потому что я считаю, что музыка сейчас неуместна. Во-первых, во-первых, вчера у нас началась даже не могу сказать, не спецоперация, а началась война. Это Армения и Азербайджан. Ну и, конечно же, сегодня в Адлер, как утверждают злые языки, в аэропорт с утра прилетел беспилотник. И, соответственно, был сегодня пожар, был обхват 100 квадратных метров, там и моргорода подорвался, в Адлер и все остальные. Поэтому давайте начнем с вами по порядку. Итак, за бортом уже плюс 27 градусов. Вполне возможно, сейчас телефон сможет в один прекрасный момент отключиться, потому что, сами понимаете, что-то непонятное у нас получается. Вот как бы так, что-то у нас такого непонятного получается. Итак, пролетело сегодня. Да, пожар утверждает, что вроде бы со стороны моря. Ну, я даже не представляю, как он может пролететь беспилотник, когда даже в Олимпийском парке ты не можешь взять и мягко говоря поднять свой дрон. Ну, реально не можешь там. Да, все автоматически блокируется. Если только он управлялся без GPS, если он только управлялся именно вручную. Просто я по-другому никак не могу назвать, как это все можно было сделать. Но факт остается фактом. Попозже мы узнаем. Факт то, что у нас пожар ликвидирован. Пожар был такой жесткий. И в целом теперь давайте посмотрим, что же из всего этого происходит. Кстати, сказали, что аэропорт работает в штатном режиме. Самолеты приземляются, самолеты у нас взлетают. Все в штатном режиме. Ну, вот это, наверное, главная новость была на сегодня. Ну, а остальные так, знаете, остальное все такое, скажем, по мелочи, по мелочи. Хотя, вот видите, как сотрудники полиции были, как они стояли там без автоматов, нет никакого усиления, ничего. Теперь, что касается в целом, да, всего такого прекрасного новостного блока. Давайте тоже попробуем все это с вами посмотреть. Кстати, произошло много чего. Знаете, столько новостей даже не было. Мы даже не будем затрагивать такие новости, которые, не знаю, там, которые касаются всего остального. Ну, вот, например, пишут, сегодня утром произошел взрыв, возгорание на складе горючих, смазочных материалов. Уважаем пассажиры, многие волнуются, спешим, заверить, аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Все, аэропорт Сочи работает в штатном режиме, его не закрывали. Соответственно, тут же, да, конечно же, вчера, если продолжаем эту тему самолетов, вчера, вчера, знаете, у нас бывает такая, была мобилизация, и резко Сочи, Ереван, как бы, цены сразу поднялись, например, да, на билеты, также в Турцию, все. Вчера ситуация была в корне наоборот. Вот, вчера, именно, Ереван, Сочи, билеты поднялись, там, не знаю, там, кто-то пишет, два раза, в три раза, ребят, ну, как понять, два в три раза. Ну, смотрите, вчера, Сочи в Ереван, может было улететь за 2000 рублей, а с Еревана в Сочи, даже были проданы два билета в экономе класса, это полтора часа полета, или час полета, не больше, по, получается, 120 тысяч. По 60 тысяч, даже в учет не берем их целой кучи, но даже если мы берем с вами, там, пускай билеты стоят там 10 тысяч, да, в Сочи, там, и так далее, но обычно сейчас такая тенденция, что из Сочи, из Сочи, билеты сейчас стоят дороже, чем, например, в Сочи, да, потому что многие еще разлетаются, кто-то у нас приезжал, там, не знаю, как в деревню к бабушке, там, на две недели, на три недели, на месяц, на два месяца, и так далее. Поэтому разница была колоссальная. Можешь было вчера в Ереван улететь за 2 тысячи рублей, а с Еревана 100 тысяч. Но потом, к концу дня, я вот тоже сейчас мониторовал ситуацию, уже все устаканилось, и уже билеты упали до цены, там, в 30, там, в 35, в 40 тысяч рублей. Вот как бы так. Сегодня что творится, я не знаю. Почему решили все резко полететь у нас с Еревана, полететь в Сочи? Ну, ответ очень прост. Вчера, соответственно, хотя давайте про это попозже. Как бы такое-то сказал, и сказал, все, ради бога. Теперь смартфон вместо паспорта. Как Россия будет переходить на цифровой формат? Ну, уже давно понятно, что уже, наверное, все-таки надо переходить, потому что те же самые страховки у нас также там можно там показать в цифровом формате. Соответственно, раньше нужно было с собой таскать такие бумажки, как ИНН и так далее. Сейчас только номер нужен, больше особо ничего не нужно. То же самое касается пенсионного и так далее. Ну, и, соответственно, идет мировая, глобальная цифровизация, и, конечно же, Сочи и Россия, в частности, она не отстает. У нас, кстати, некоторые моменты, да, вот такие, как сайт, госуслуги и так далее, мы даже впереди тех самых европейцев. Европейцы, европейцы там просто нервно дышат спину. Ну, что-то хорошее есть. Да, кстати, я сейчас прочитал комментарий, там написала одна женщина, сказала, что она у меня по возрасту старше, и я ей кажусь с сыновья, и говорит, вот, Максим, вы говорите про плохое, хорошего происходит очень много и так далее. Я живу в России, в России стало меньше наркоманов, стало меньше алкашей, россияне стали жить лучше и тому подобное, а вы там делаете фокус на плохие новости. Ребят, я вот, если честно, вы знаете, меня я сам позитивный человек, наверное, на свете. Лично я патриот России, лично я, мне всегда больно, если что-то происходит в России, но, понимаете, закрывать глаза на то, что творится в твоей стране, да, как бы, и только озвучить только самое хорошее, это все равно, что рекламировать жилой комплекс и делать акцент только на положительный, да, и, ну, везде есть и положительный, и отрицательный. Как бы, я считаю, с моей стороны, это будет нечестно, поэтому многие из вас меня и смотрят, хотя этого человека поддержали, там, пятью или шестью лайками, поддержали. Я считаю, что Россия самая лучшая страна в мире, если бы где-то жилось бы лучше, я бы уже давно туда свалил. Самое интересное, что я себе могу это позволить, во всяком случае, если мне распродать те активы, которые есть у меня в Сочи, то я могу, в принципе, себе позволить жить в любой стране мира, в любой стране мира я могу жить. Самая главная особенность города Сочи заключается в том, что продавая здесь недвижимость, например, продали вы там трехкомнатную квартиру за 35 миллионов, за 40 миллионов, вы купите такую же квартиру без разницы, вы купите в Дубае, вы купите там, не знаю, где-нибудь в Стамбуле, вы купите еще, вы не будете хуже. Поэтому в этом отношении, конечно, сочинцам гораздо легче, чем всем остальным, да, как бы, потому что, например, продавая квартиру в Орске, ты не купишь аналогичную квартиру в Турции, или не купишь аналогичную квартиру там, где-нибудь в Барселоне и так далее. Но я патриот своей страны, я не собираюсь никуда сваливать, я люблю Россию, но если есть у нас определенные моменты, не очень хорошие, да, это безнаберность, те же самых там сотрудников ДПС, да, когда у нас там берут, там, не знаю, там, непонятно, как себя ведут водители, то то же самое, как вот это все равно бывает у нас и разбой и так далее, на это тоже закрывать глаза не стоит. Если на это закрывать глаза, то, соответственно, это просто бежать от суровой реальности, и тогда получится, что мы будем жить за розовыми очками. В Сочи, в городе есть свои плюсы, есть свои минусы. Я обычно вам озвучиваю те новости, которые актуальны на сегодняшний день. Ну, например, вот мужчина из Тюмени выиграл 24 миллиона рублей, и стал сочинцем. Да, 24 миллиона рублей выиграл и, соответственно, купил себе домик где-то в горах. Но самое интересное, когда я читал эту статью, он сказал, что еще хочет на сдачу купить яхту. И у меня как-то непонятно. Ну, 24 миллиона рублей, это небольшая сумма для Сочи. Более-менее, что похоже на дом, начинается от 20 миллионов рублей. Конечно, можно там купить где-нибудь в, в том числе, дом где-нибудь там на Красной Воле, какой-нибудь там в 35 квадратных метров, в 40 квадратных метров, да, нас вот недавно анонсировали те же самые ребята, как бы, Уют, да, компания, которая строит там всякие разные жилые дома, я показывал, они анонсировали там по 30-40 квадратных метров, как бы, из категории бреда. но такое есть, понимаете, вот такие есть, да, уюты всевозможные, но это не говорит, что там может дом действительно взять. Вот, например, КП Уют, дома от застройщиков. Например, вот нам сказали, там, добрый день, КП Уют, от компании, серебряный, Волковка, Дагомыс, соответственно, в районе 81-й школы, 13,5 миллионов рублей, возможно, рассрочка, да, соответственно, за дом 80 квадратных метров. Также было у нас гостиничный комплекс Уют на Армавирской, площадь дома 32 квадратных метра, ну, как бы, как одна комната квартира, может, как студия, цена 9 миллионов. Да, такие варианты есть, и вы подумаете, что дом можно купить в Сочи за 9 миллионов. Нет, более-менее что-то похожее на дом, начинается от 20 миллионов, понимаете, а это вот стройка, вот 32 квадратных метра, потому что, по сути, большинство у нас стоит именно земля. Ну, и, говорит, еще и катер купит. Ну, опять же, катер понятие растяжимое, я тоже думаю, блин, для меня катер, думал, ну, миллионов, там, 20, должен стоить 30. А потом, когда зашел на Авито и посмотрел, что такое катер, оказывается, у многих там лодка там, да, там с мотором и так далее, она тоже называется катер. И, например, такую лодку с мотором, да, можно купить, например, за, не знаю, там, можно купить за, за, там, за 600 тысяч, за 800 тысяч, а еще есть такая лодка, которая называется Бударка, такая 9-метровая, и там тоже что-то там делают, там какой-то там, что-то такое делают, и тоже, типа, короче, вот все, лодку Бударку переделали, там повесили туда двигатель 9, И сразу он почему-то называется катер у них Ну на вид почему-то так Ну да ладно Ну факт остается фактом Я поздравляю этого прекрасного мужчину из Тюмени Правильно распределился деньгами Деньги вложил соответственно в Сочи Красавчик, молодец Не выпьет за любовь Свежая новость о состоянии Игоря Николаев Самое интересное, что сегодня 20 сентября И сегодня Игорь Николаев должен выступать В кинозале фестивальной И даже мы подумывали с Надей на него сходить Потому что все-таки, блин Все-таки, не знаю, как вам Но лично мне Николаев нравится Выпьем за любовь, там, харизматичный Все, ну что-то у него очень плохое состояние Соответственно ему запретили Сейчас на данном этапе бухать Ему запретили пить И соответственно теперь он не выпьет за любовь Я не знаю, будет сегодня концерт или не будет Хотя вот если мы сейчас будем проезжать Вы увидите, что афиши висят, афиши есть Соответственно дальше Задавил насмерть В Сочи произошел ДПС с сильным исходом Ну как всегда у нас давал назад Водитель, да, водитель был 69 лет Он задавил их женщину Не знаю, там, конечно же Под этой новостью там всякие разные Там, не знаю, там целую кучу Начало экспертов рассуждать Говорит, а может быть он специально задавил А может быть это его теща Может еще что-нибудь Я не знаю, почему такое отношение У нас к мамам ваших возлюбленных Не знаю, я лично Ну во всяком случае Вот у меня сколько было девушек в моей жизни Всегда их мамы ко мне даже относились лучше Чем даже их дети Дети в данном случае Соответственно мои девушки и так далее Ну и соответственно тоже я отженился Никакого негатива я к тёще не испытываю Я наоборот, как бы я её уважаю Всё, как бы и на самом деле Вся Надя говорит Пускай приходит к нам в гости Давай то Всегда когда мы едем с ней куда-нибудь отдыхать Я говорю Давай возьмем твою маму И вот не даст мне соврать Надя тоже Я говорю Давай вот получишь паспорт Как бы если я там буду в работе Если я буду заин Давай я тебя с мамой отправлю в Турцию Пускай мама хоть посмотрит Как бы посмотрит за границу Я всегда как бы проявляю инициативу Не в плане, что я хочу избавиться Нет, конечно, зачем мне это нужно Но я всегда очень хорошо отношусь И во всяком случае Точно никогда ни в какой просьбе Не откажу Надиной мамы Вот это факт Точно Единственное, что мне стыдно Я знаю её имя, да, Татьяна Но я не знаю её отчество Вот это мне стыдно Ну потому что она молодая, блин Ну сколько там 53 или 52 года Но она реально молодая Да У Нади мама молодая И поэтому по имя Вот по отчеству Я даже не знаю как Но я знаю, что к Татьяне Я всегда уважительно отношусь Всё как бы всегда И вот не знаю Почему у многих там мужиков Очень много этих анекдотов Про тёщу и так далее Я считаю, что Как бы вы полюбили Соответственно Ту или иную девушку Да Кто-то скажет Особь женского пола Ну вы в любом случае Должны Наверное Мягко говоря Понимать, что Не знаю То же самое Я не понимаю Когда там чужие жёны Не любят Например Детей ваших В дне брака И так далее Я могу сказать Что если бы там У Нади был бы ребёнок И я себя женился На Наде Нифига себе Ты вылезла То я бы конечно же И в том числе Её ребёнка Принял бы Как своего Вот это 100% Ну и я смотрю И тоже Надя Очень хорошо относится К моей дочери Поэтому Не знаю Почему вот эти Предрассудки Всевозможные Хотя Может быть У нас и у вас Разный круг общения Ну меня так вот воспитал У меня папа воспитал так Что чужих детей не бывает Что в любом случае Не знаю У меня папа очень хорошо Всегда относится К моей бабушке К маме Моей мамы Ну очень хорошо И наверное Папа меня так воспитал Что нужно именно так себя вести А не как иначе Вот как бы так Поэтому Не знаю Поэтому то что в комментариях Там пишут Вот кстати Николаев 20 сентября Он числа Секс во сне Как перестать Беспокоиться И начать лечить Сексами Ой ё-моё Ещё как раз Есть люди Которые ложатся У них прям Аня Секс Гипнозом надо лечиться Гипнозом На уровне психологии Говорят что это люди Наверное повёрнутые На чём-то Ну блин Бывает такое Не без этого Хотя Не знаю Мне кажется Билет за находку Ну как находку Знаете Он сам закопал Сам нашёл Соответственно Это тоже наркотики Мне тоже женщина сказала Вот я вас старше Вас Вам в матери гожусь Вот там нет Как бы наркотиков Нет и так далее Ну я могу сказать Где-то женщина Что вы заблуждаетесь Очень много наркоманов В том числе наркоманов Очень много Среди риэлторов Притом в крупных компаниях Потому что Понимаете Знаете Бывает такое Когда риэлтор начинает Это жиру беситься Да Бывает Вот такой период времени Уже не знает Куда Что Куда Потратить И так далее Да Есть такие моменты И подсаживаются Бывает наоборот Когда там В случае депрессии Сделать И так далее Подсаживаются Даже вы вот смотрите Блогеров Да Там 50% блогеров Которые вещают На ютубе Они наркоманы Один конечно Наркоман В Турции Умер от передозировки Да На сей пор По нему Его сам близкий друг Не дал никаких Комментариев Да Хотя все знают Заключения есть Что от передозировки Соответственно Умер Да Про мертвых Ничего нельзя говорить Там плохое Ну правда Всегда можно Но от передозировки Он умер Это факт Еще один наркоман У нас В Арабских Эмиратах Да Он там сейчас И все равно Там тоже наркотики есть Потом Еще один Обдолбыш Это у нас Дмитрий Да Тоже знаю Что у него есть канал Или еще что-нибудь Тоже мне кажется Потому что Того как он себя Вел И так далее И как он Иногда себя Ну Все это Происходит Тоже такое ощущение Как будто На чем-то Интересном сидит А могу ошибаться Соответственно Также есть у нас Еще там Целая куча Нариков Да Которые Даже пробовали Открывать Свои каналы Там Мефедрон Как зависимость Ну какой-то бред Но факт Остается фактом Наркоманы Да Есть Просто Знаете Вашим пониманием Наверное Большинство Что наркоманы Это вот Знаете Как в Ворске Было Когда ты На Троицк едешь Там бывает Проезжаешь Там такие люди Ставят Знаете Вот Вот по таким углом Вот по таким углом Такой втыкается Нет Нет Это наркоманы Которые вот такие Самые такие Наркоманы Которые Современные Да Которые там Не знаю Там наркоман 21 века Это немножко другое По ним редко Когда можно определить Потому что чаще всего Используют там Дешевую синтетику Соответственно Они не колятся Само собой Потому что наркоманы Разно бывает Да Есть наркоманы Которые травку курят Есть Которые там Принимают Те или не таблетки Есть Которые там Нюхают И так далее И их иногда Ну очень тяжело Там да Например Вот я например Взял например И когда недавно Смотрел интервью И например Вот есть Азамат Мусагалиев А есть вот Денис Да Там с ним тоже такой И я не знал Что Денис Оказывается 5 лет Сидел на наркоте А по нему и не скажешь Да Просто он взял там Как бы в откровениях Там в одном интервью В раз и признался Ну по нему и не скажешь Что он там Да Вот как бы Он сидел Или например Тот же самый Баста Да Например раз Тоже сказал Что он очень долго Сидел на наркоте Или например Тот же самый взял Там тоже Как бы У нас там Есть там Всевозможные Там вроде бы Спортсмен Да Например Тоже самое Миша Маваша Да Мне нравится его творчество Все Но потом тоже В одном интервью Раз сказал что он сидел. И никто даже не подозревал, что как бы человека, который топит за спорт, который постоянно там везде там, не знаю, что-нибудь такое связано, именно спорт, 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 там за Россию, за все. А он, оказывается, раз и сидел на каких-то веществах. Поэтому то, что вы не видите таких откровенных таких наркоманов, это хорошо. Но утверждать, что наркоманов нет, это абсурд. Потому что есть, они были и будут. И я могу сказать, что у меня есть друг в Турции, он руководитель отдела продаж, и когда мы с ним общались, он говорит, Макс, приезжай, там, не знаю, мы тебя встретим. Соответственно, у нас всегда в офисе переговорки есть и алкоголь, есть и то, и все. И так далее. Говорит, если приедешь с клиентами, у нас есть и травка, все есть. У них вообще такой подход. Я говорю, ты что, стебешься, что ли? Он говорит, нет, серьезно. Говорит, и так далее. Ну, как бы. Ну, поэтому страшно. Очень, очень страшно. Тем более, знаете, как бы, тут такое понятие, как бы, многие воспринимают так. Знаете, если ты себе вену не вогнал, то то, что ты в вену вгоняешь, это наркотик. А вот если, например, ты всего лишь там какие-то таблетки сожрал, или там травку поковырил, то, как знаете, такое выражение. Трава, не наркотик. Ну, бред же, бред. Ну, наркоманы, наркоманы. Зависимость есть? Есть. Все. Как бы угроза для общества? Угроза для общества. Если мы с вами возьмем, например, те же самые районы, там, Донская, или, например, Цветной бульвар, вы же там своих детей не отпускаете с утра, да? Как бы, вы же не можете выйти, например, в 6 утра, взять и с ребенком, к примеру, погулять, да? Ну, не все... Вы, например, я просыпаюсь в 6 утра. Почему? Ну, потому что на детских площадках там много найти, всяких моментов можно. Это такое есть. В город Сочи, как бы, он не дешевый город, а, соответственно, там, где есть деньги, там всегда есть соблазн. Кто-то себя убивает в зале, да, и такого состояния какого-нибудь, да? У кого-то спортивный зал, как наркотик, да? Он без зала жить не может. А у кто-то находит себе что-то другое. Поэтому у наркомана есть. Просто у всех понятие наркомана, какая-то картина, что-то сидит какой-то дохлый человек, кто-то себе там весь на колках, там, весь объединен. Нет, не такое. Ну, как бы, это вот заблуждение. Это и есть, с этим надо бороться. Ну, и, соответственно, 20 лет грозит за то, что вот как раз вот за те самые наркотики, те самые таблетки, которые вот сейчас используются, да? Та самая относительно дешевая синтетика. Ну, у меня, кстати, там тоже очень много друзей, в том числе и в Оренбурге. Вроде бы успешные были люди, все, но подсели вот на эту дрянь, и, конечно же, там просто жесть. Просто, просто жесть, что с ними случилось. Я когда увидел, когда там мне написал, Максим, мне срочно нужны деньги, я взял, думаю, может быть, это, ну, как бы ее аккаунт взломали, все. Там есть у меня общие знакомые, остались в Северсети. Я ей позвонил, у меня был ее номер телефона. Она же ответила, я говорю, что случилось? Она что-то начала, то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то, какие-то проблемы, все. В том, на всякий случай я позвонил общей нашей знакомой девочке, которая у нее работала, позвонила Тане. Таня говорит, да она же наркоманка, говорит, вот она все, как бы, она все, говорит, там жесть. И все. Я, конечно же, деньги не стал отправлять, потому что, ну, на наркотики я не готов. Шаман, скандал в Грузии. Почему российские туристы вызвали хаос в стране интернете? В общем, там флешмоб какой-то сделали. Ну, это я тоже считаю, что флешмоб делать в Грузии по поводу того, что я русский и так далее, ну, это больше похоже на провокацию. Как ни крути. Вы прекрасно понимаете, что Грузия к нам не очень хорошо настроена. Они готовы изучать английский язык, но готовы забыть русский язык. Для них мы сейчас, мягко говоря, стали какие-то враги и тому подобное. И много очень случаев, когда в Грузии непонятно, что происходит. Живой пример это тот самый кораблик, да, который у нас до поры до времени там пришвартовывался в Грузии пару раз. Какие там были акции, протесты и так далее. Понятно, что Грузия нас недолюбливает, считает, что все, что у них не получается, они во всем винят нас. И, конечно же, когда ты там делаешь флешмоб по поводу я русский и так далее. Само собой, как бы, это с одной стороны хорошо, да, это гражданская позиция тех людей, которые живут в Грузии, которые сбежали от мобилизации и так далее. Но, с другой стороны, ребята, вы должны понимать, что это провокация. Провокация. Это все равно, что не знаю, я возьму, зайду в мечеть и начну креститься. И просто там, ну, знаете, это же провокация будет. Провокация. Но это не нормально. Ну, серьезно, это вот ненормально. Поэтому здесь такое-то, есть такое. Ну, это провокатор, по-другому не назову. Родители-фантазеры. Как назвать своего ребенка, чтобы он не потерялся среди других? Блин, ребят, тут, знаете, тут дело такое. Иногда такие названия придумывают своим детям, а страшно подумать. Как бы, ну, реально там. Тут даже не то, что чем-то там, это даже не называется не с фантазией, это называется какие-то больные отклики какие-то там в голове у людей. Ну, не знаю. Мне кажется, конечно, каждый может назвать как угодно своего ребенка, но понимаете, что вам, вашему ребенку с этим именем жить. Бабье лето и 30-градусная жара в Сочи возвращается. Да, само собой возвращается. И, в общем, сезон у нас еще не закрыт. YouTube против Routube. Кто выживает на российском рынке? Ну, в общем, от YouTube вроде отвязались, но, опять же, прямой эфир я сегодня выйти не смог, загрузить видео не смог. Я снимаю видео по второму кругу, думаю, может быть, файл был поврежден, может, еще что-нибудь было. Ну, в общем, вот я сегодня в прямой эфир, хотя уже думаю, ладно, сделай прямой эфир. Не смог я выйти с телефона, не знаю почему, я пробовал со всех девайсов. Видно, видео на YouTube тоже не грузилось. Не знаю, это видео загрузится, наверное, только к вечеру, какие-то сбои проходят, но так оно и есть. В любом случае, неугодные каналы блокируют, и все. И, знаете, наше прекрасное руководство в России сказали, что все-таки, при всем том, что у нас очень много чего хорошего, там, и много специалистов, но на данном этапе мы не можем конкурировать в видеохостинге YouTube. Я пробовал видео заливать на YouTube канал, и Яндекс.Дзен. Нет, пока, конечно, YouTube все равно рулит. Как ни крути. Пять причин уехать из Египта, и никогда туда не возвращаться. Лет пять назад сочницы, там, двое, да, взяли и переехали в Египет. Здесь они сдавали двухкомнатную квартиру, ну, пускай даже они там сдавали за 50 тысяч рублей, и этих 50 тысяч рублей им хватало за глаза. Потом через два года перестало хватать, устроился он на работу, она на работу устроилась, и так далее. Ну, и опять же, да, если кто-то там был в Египте лет восемь назад, и помнит, какие там были цены, ты с собой берешь 200 долларов, и ты там супермиллионер. Сейчас, конечно же, в Египте отдых стал в разы дороже. Вот я был, хотя я сейчас тоже собираюсь поехать в Египет, ну, в общем, Египет стал в разы дороже. Это раз. Второе, конечно же, это то, что все равно в чужой стране вы всегда будете чужой, как ни крути. Ну, реально вы будете чужой. Поэтому здесь тоже такая злая штуковина, как в свою очередь, ну, уж, конечно, извините, но там своим-то жрать нечего. Когда вы выступаете в качестве туриста, когда вы не являетесь в качестве конкурента, что это будет Турция, что будет это у нас Грузия, что это будет ну, любая страна в мире, то вас воспринимает как туриста прям нормально. Но когда вы становитесь, мягко говоря, конкурентом, к вам отношение становится абсолютно другое. Вот как бы так. Поэтому сурова, правда, жизнь. Но опять же, говорит, Египет, говорит, отсталая страна, соответственно, проблемы там у них с этой водой, говорит, опять же, там никакую справку ничего толку не получить, там медицина ноль и так далее. В общем, они возвратились в прекрасный город Сочи. Говорят, Сочи, да, круто. Вот 5-7 лет назад, сдавая квартиру в Сочи, на эти деньги ты мог жить, ну, как бы прям шикарно, мог жить в Египте. Ну, сейчас в связи с ослаблением рубля и так далее, это уже стало невыгодно. Значит так, в Сочи начался сезон самой дорогой пряности в мире. Да, именно так. Вот как бы так. Ну, в общем, цветочки можете пособирать, точнее нельзя собирать, они как раз так нижные, ну, как бы так. Люди массово из Сочи едут в Симферополь. Почему? Ну, ответ очень прост, потому что хоть наш аэропорт сегодня с утра бомбили, но все равно это единственный аэропорт, который в Южном федеральном округе, тем более, если мы берем с вами Черноморское побережье, соответственно, люди долетают до Сочи и Сочи уже едут на поезде уже до Симферополя. Либо же у нас еще открылся тоже интересный такой поезд, какой-то там полуоткрытый. Не знаю, почему появился только сейчас, где можно проехать, например, с Адлера и, например, до Туапсе и полюбоваться потрясающими видами, которые есть. Если честно, я так давно не катался на поезде, я тоже хочу именно на поезде, даже хочу, потому что, ну, действительно, на поезде, когда ты едешь и правильно ты угадаешь с местами, чтобы это был там вид на море, там еще, ты действительно получишь море положительных эмоций. Это факт, ничего, кроме факта. Вот такие вот, кстати, вагоны полуоткрытые появились. Такие же, такие автобусы есть двухэтажные, да, где экскурсионные, где ты можешь там посмотреть город, действительно, кайфануть. Такие автобусы есть и в Сочи, такие автобусы есть и в Стамбуле. В общем, их только нету в Анталии, потому что там смотреть особо нечего. Ну, и, конечно же, семьям из Сочи выплатили 50 миллионов рублей. За что выплатили? И кому? Это, конечно же, детям, которые у нас спецоперации, да, родители, где там находятся. Соответственно, там это и подготовка к школе и там подобное. Ну, в общем, 50 миллионов выделили. На самом деле, учитывая, сколько сейчас у нас человек воюет и так далее, то 50 миллионов это капля в море. В Сочи вынесут с опасного оплодневого участка важный водовод. Это у нас про ЖК Курортный, про Оливию. Там, конечно же, у нас творится бардак. Там вечно у нас весь микроэн остается без воды, потому что там мало того, что грунт подвижный, то еще и постоянно забуриваются непонятно как. И, в общем, переносит, чтобы больше не страдали. То же самое это касается и микроэн убытка, потому что, как только началась стройка Сочи парка кислорода, там, конечно же, столько проблем, столько сбоев на улице транспорта, на убытке, сколько в этом году не было. За предыдущие 10 лет в этом году установили рекорд. Все это из-за строек. Кто скажет, незаконных строек? Нет, законных строек, но вот последствия именно такие. Никакой больше хлорки. Российские ученые нашли способ очистки воды при помощи солнцем. Российские. Вот. За Россию горд. Ну, а три района Сочи опять останутся без воды, само собой. А в Сочи стартовал очередной фестиваль журналистский. Вся Россия. Проходит в «Жемчужине». Я в «Жемчужине» подавчера был на тренировке, я это все видел. Ну, страшное, печальное зрелище. Я сначала думал, что это такое, думаю, я думал, может, там пенсионерский клуб открыли, может, еще что-нибудь. Не понимал, думаю, ну, что там, может быть, светили иеговы, или еще, не знаю. А потом, оказалось, что такое следствие журналистики. В основном все, в основном, там возрастные, одеты непонятно как. Такое ощущение, как будто, я не знаю, там, не знаю, как будто там, как будто собрали, ну, извините, конечно же. Нет, не буду выражаться, но реально страшно. Вот тоже, ребята, вот вы приезжаете на форум и так далее. Может, вы после моря такие все, но, ребят, ну, вы же на форуме, вы должны себя как-то держать в тренде, особенно женщинам, но вы должны с чистыми волосами, ходить в конце концов. Кто не верит, вы можете пойти в жемчужину, например, то же самое, например, вы можете пойти в жемчужину, например, в тот же самый, например, бассейн, там, взять там за 2000. Это у нас со второго ряда у нас поворачивает. Да, у нас со второго ряда, вот с третьего ряда поворачивает. Красота, да? Да, блин. Офигеть. Не скинула я, если поехал. Там тоже видишь, что с трех рядов поворачивает направо, и вот непонятно, что творится. Ладно, посмотрим с вами. Следующее, следующее, ну, вот, серьезно, ну, как бы просто позор. Вот я, говорю, пришел, говорю, думал сначала, говорит, слет бомжей какой-то, ну, реально думал, слет бомжей, потом все-таки оказалось, что не слет бомжей, это оказывается просто так себя вот это. Я понимаю, наверное, знаете, по какому принципу приходит? Вот, например, когда раньше надо было, например, кого-то напослать на тренинг, да, мы начинали там анализировать, думал, блин, ну, кого послать на тренинг? Например, смотрит там, вот этот продавец прям хорошо продает, пускай он лучше продает, а этот, ну, бездарь сидит там, толком от него нет, отдавай его пошлем. И такое ощущение, как будто на этот слет журналистике был такой же отбор. Вроде нормальных журналистов, пускай они работают, а те, которые журналистов, на них без слез не взглянешь, давай отправим в Сочи на форум. Главное, красивые фотки. Почему молодежь выбирает отдых в Сочи? Да, ответ очень прост, почему молодежь выбирает. Ну, красивые фотографии, все, и есть чем развлечься, хотя вот на сентябрь, да, почему-то у нас пробки те же самые, не могу понять, с чем это происходит. Опять же, очень много обочинников, тех самых, тоже от них никуда нам не деться, как бы, потому что это суровая правда жизни. Ну, так оно и происходит. В России могут ввести лимит на кредит, льготную ипотеку, запретят брать без регистрации. Ну, давайте вот, давайте определимся, что значит без регистрации. Говорят, что если ты купил льготную ипотеку, то ты обязан там прописаться, и так далее. Почему? Ну, потому что, типа, российский комитет государственного дома по строительству, предоставил министерство строительства, комитет Госдума предлагает установить ограничение на доступ к льготной ипотеке только для граждан Российской Федерации. Один из ассоциаторов данного предложения, депутат Госдумы, в беседе с известием, подчеркнул, что в Москве, в Санкт-Петербурге, в Сочи существует высокий спрос на субсидированную ипотеку, в свою очередь, приводит к росту стоимости недвижимости, дат-дат-ат-ат-ат. Значительная часть заемщиков предает недвижимости в этих городах и не проживает, приобретает в целях инвестиций и так далее. Так вот, давайте я попробую ответить вот этим вот в меру умным депутатам. Потому что, как бы, видно, что депутат, ну, как бы, мягко говоря, я понимаю, что, вот я даже смотрел в Сочи, да, 30% депутатов, которые баллотировали в Сочи, да, у которых у нас были, вот, выборы недавно, да, они не имеют высшего образования. Понятно, что, как бы, мягко говоря, и судя по тому, кто баллотировался в депутаты, 90% из них там полубомжи, да, мы с вами уже рассматривали этот момент, что там у них зарпата не превышает 40 тысяч рублей, что у них там ничего нет и так далее. Мы это уже с вами смотрели в предыдущем видеовыпуске, да, где-то неделю назад. И вот теперь, вот я хотел обратиться к этим депутатам, да, и я могу сказать, что это тупорылый депутат. Вот вы, вот мне вот, дождите, что я через 4 года возьму и стану депутатом, чтобы просто хочу разбавить вот этот ваш рассадник. Льготная ипотека, она адресована в первую очередь не покупателю, не с точки зрения помочь там какой-то там социальной там группе и так далее. Нет, ребят, нет. Вот депутатами я к вам обращаюсь. Вот всевозможные эти социальные ипотеки, да, которые там, семейная ипотека и там подобное, это в первую очередь сделано для поддержки застройщиков, для поддержки застройщиков, чтобы они там в свою очередь там платили налоги, чтобы эти налоги шли туда, там спонсировали специальную военную операцию и так далее. Понимаете? Как бы в первую очередь, ох, нифига себе, сотая, оказывается, уже стоит 69 рублей, а я и не знал, 95-й стоит, оказывается, уже 60 рублей, его нет, а дизельное топливо 60 рублей стоит. Думаю, нифига себе. Так вот, вот эти вот ипотеки все сделаны для застройщиков, вот застройщики, потому что, если бы было сделано это все для людей, ну, для людей, да, вот как вы говорите, там 6 процентов, там семейная ипотека и так далее, то тогда бы, тогда бы можно было под семейную ипотеку взять, например, ту же самую вторичку, а вторичку, как бы, не получится взять. Понимаете? И поэтому, соответственно, застройщик у нас действительно поднимает цены, он у нас берет и поднимает цены, как бы, взвинчивает, как минимум, вот эти все, которые у нас под льготную ипотеку проходят, они, соответственно, у нас, как минимум, там стоят на 20 процентов выше аналогичных и все. Поэтому льготная, льготная, та самая ипотека, льготная ипотека, это ипотека больше про застройщиков, это больше про них. Потому что если бы действительно депутаты и все остальные заботились бы о семьях и так далее, то они в первую очередь сделали так, чтобы, например, смотрите, за 8 миллионов рублей можно купить вторичку однокомнатную. Серьезно говорю, за 8 миллионов можно купить. Отвезлица, вторичку, где будет ремонт, техника и мебель. Например, семья, два ребенка, все, не взяли, заехали. Но по итогу, что получается по семейной ипотеке взять? А по семейной ипотеке получается взять только 20 квадратных метров, где-нибудь в Сочи пар, кислород, флора, летний, чернуху, которая еще на предсдаче. Бред же? Бред.